Берлин Что делает такие прогулки особенными? И не стали ли они еще одной туристической ловушкой? Мы не водим людей по историческим местам. Не поймите меня неправильно, ничего плохого в этом нет. Но идея нашего тура в том, чтобы показать город с другой стороны. Я расскажу об уличном искусстве и граффити, о джентрификации и разных субкультурах Берлина. Ретта приехала в Берлин из Финляндии. Уже два с половиной года она водит людей по маршруту, название которого можно перевести как «Испытать настоящий Берлин». В четыре часа прогулки упаковано многое. Тут тебе и неожиданные мемориалы, и столетний трактир, и игровая площадка, построенная детьми. Объекты в основном в районах Принцлауэрберг и Кройцберг. На этот раз группы гостей из Нидерландов, Бельгии, Канады и Ирландии. Некоторые из них приехали в Берлин впервые, другие уже не раз были здесь. Мы уже были в Берлине, мы знаем основные достопримечательности. И мы хотим увидеть новую сторону Берлина, увидеть, как живут обычные люди. Впрочем, обычные люди, жители тех районов, куда Ретта водит свои группы, не всегда рады их появлению. Им не нравится вторжение чужаков в их родной квартал. Для них нашествие туристов – одна из причин негативных изменений в городе. Меня называли обманщицей, меня грубо посылали куда подальше. Мой коллега однажды получил плевок. Мне говорили, тут вам не зоопарк, ты не настоящий берлинец. Но это случается очень редко. Чаще я встречаюсь с позитивной реакцией на то, что делаю. Однажды рядом с моей группой остановилась настоящая берлинка. Послушав меня, она сказала, ты все правильно рассказываешь, молодец. Тур вроде того, что проводит Ретта, стоит всего 12 евро. А что, если у вас есть несколько свободных дней, и вы готовы потратить на альтернативный Берлин пару тысяч евро? Главное – желание, а подходящий маршрут найдется. Организаторы тура «Альтернативный Берлин» с Олегом Нестеровым уверены, что не занимаются туристическим фастфудом. Они подчеркивают, что их конек – авторские путешествия с душой компании во главе группы. Душа компании в данном случае – это и есть Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», той самой, что исполнила песню «Ландыши» на немецком языке. Нестеров рассказывает участникам тура о Берлине, куда впервые приехал в 1975 году, показывает дорогие ему места и знакомит с местами. В итоге путешественники должны перестать быть туристами. Первый день тура озаглавлен «Берлин настоящий», и путь гостей города лежит на блошиный рынок Мауэр-парк. «Берлин настоящий» – это тот Берлин, который знают и любят берлинцы. И моя самая большая, самая главная задача, чтобы те люди, которые участвуют в этом туре, увидели этот Берлин моими глазами. Мы начинаем его вот с Мауэр-парка, потому как, если это Берлин не настоящий, то что же тогда еще Берлин настоящий?» Трудно не заметить, что составителей этого маршрута, так же, как и авторов бюджетного тура, восточный Берлин интересует куда больше, чем западный. Основная часть пути пролегает по Принславу Эрбергу и Фридрихсхайну. Причину Олег Нестеров объясняет просто. «Скорее всего, это вот та энергия, которая объединяет молодых берлинцев. А молодой Берлин, мне кажется, все-таки это в первую очередь восточный. Жизнь, которую я люблю наблюдать, она происходит здесь». Увидеть Берлин вместе с Олегом Нестеровым приехали гости из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Праги. Надежда и Игорь признаются, что личностный фактор, возможность пообщаться с Олегом, сыграл для них большую роль. Но и Берлином они давно интересовались, и для них здесь много неизученных мест. «Восточный Берлин для нас вообще абсолютно… То есть мы обычно… Где мы? В Шаутербург, да, обычно посещаем вот эту… Кюрфюм… Кюрфюм… Кюрфюм Дюрштрассе… Кюрфюрстендамм… Да, Кюрфюм Дюрстрассе, да, КДВ, да, вот это вот основные наши, естественно, мероприятия туристические, да». А Валерий впервые оказался в Берлине ровно 52 года назад, когда наряду с другими советскими школьниками приехал в Германию по обмену. И хотя потом он был в Берлине не раз, первый визит в этот город и соприкосновение с жизнью местных он называет одним из наиболее ярких впечатлений в жизни. «Мы жили в семьях, это вообще была фантастика, мы видели, так сказать, каждодневный быт, как они жили. Конечно, Советский Союз отдыхал, там доцент у меня один был, принимающая сторона, у него там Трабан такая машина. Ну а уж еда и магазины, они, конечно, для мальчика из Советского Союза абсолютно зашкаливали». Ставить знак равенства между альтернативным и восточным Берлином, пожалуй, все-таки не стоит. Но то, что восточно-берлинский колорит продолжает интриговать приезжих, это факт. Может быть, места, по которым вводят альтернативные туры, вызовут у жителей Берлина лишь усмешку. Не это главное. Здорово, когда приходят люди, которые живут в Берлине. Мне кажется, это всегда хорошая идея, пытаться узнать что-то новое о твоем городе. Может, наш тур поможет увидеть город в новом свете. Определенно, можно сказать лишь то, что по-настоящему незабываемым знакомство с городом делает личность экскурсовода, а лучше сказать – проводника. Неважно, кто это – знаменитый российский музыкант Олег Нестеров или неугомонная смешливая ретта из Финляндии. Если альтернатива предполагает выбор, то первая предпосылка успеха – выбрать правильного человека. Тогда даже самые тривиальные места, вроде Александр Плац, могут преподнести сюрпризы. Анна Лалетина, Юлия Леонтьева, Александра Гуркова, РТФУД, Берлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова